Где снега много не бывает, так это на горнолыжных курортах. 80 тысяч кубометров снега ушло на трассу для спортсменов под мясом. При этом сделали ее для международных соревнований легче, чем в прошлом году. Опробовали трассу на Солнечной долине более 100 спортсменов из 15 стран мира. Там завершился Кубок мира по скейкроссу. Это дисциплина зимнего олимпийского вида спорта фристайл. Кому улыбнулась удача и чем занимаются в свободное время спортсмены, Артур Ишпулатов расскажет. Вечерами я пишу дипломную работу на тему адаптации спортсменов после окончания своей спортивной карьеры. Все свое свободное время участница сборной России по скейкроссу Виктория Заводовская проводит за ноутбуком. Большой спорт девушка совмещает с обучением в Российском государственном университете физической культуры. И на Кубке мира по вечерам в шале пишет дипломную работу. Рассказывает в научном труде, использует личный опыт занятиями спорта. Я считаю, что я выбрала такую тему диплома, что все это вместе сливается в одно. Поэтому мне совершенно не сложно, мне, наверное, больше в кайф писать диплом, чем его купить. Кубок мира по скейкроссу под мясом проходит третий год подряд. Чтобы побороться за золото, на него приехали более ста спортсменов из 15 стран мира. Я люблю пельмени, надеюсь, что я правильно произнесла название. Иностранцы прониклись русской кухней, а трассу в Солнечные долины называют одной из лучших в мире. В этом году она проще, чтобы избежать травм спортсменов. В этом году мы дизайн несколько изменили, сделали ее безопасней. Она стала более техничная, более интересная. И все спортсмены, и тренеры, и российские, и зарубежные очень высоко оценили подготовку. Как всегда, этапа Кубка мира в Челябинской области. Длина трассы 1200 метров. Это почти вдвое больше пешеходной гировки в Челябинске. На создание понадобилось 80 тысяч кубометров снега. Вот только для российских спортсменов счастливой она не стала. Финальные заезды из нашей сборной прошли только Сергей Ридзик и уроженец Аши Игорь Амелин. В итоге оба без медалей. Свою неудачу Ридзик связывает с травмой. Тяжело, естественно. Пропустить полгода из-за травмы и при этом соревноваться с людьми, которые счастливы подготовителям. Весь подготовительный сезон отпахали на ура. Поэтому, да, тяжело. Но я рад, что я потихонечку, помаленечку возвращаюсь в строй, возвращаюсь в Ридзик. Заезды длятся два дня. По их итогам определяют победителя Кубка мира. И если в других странах спортсменам действительно вручают кубки, то на Южном Урале для победителей златоустовские мастера делают эксклюзивные награды. Короны из цветного металла с покрытием золотом в 24 карата. Здесь изображение, то есть это и место проведения Солнечная долина, и Челябинская область, Южный Урал, ФИС, Ауди. То есть, соответственно, та символика официальная, которая принята на этап Кубка мира. Зато удачу улыбнулась спортсменке из Швейцарии. В оба дня проведения этапов Кубка мира Фанни Смит заняла первые места, и она увозит на родину золотую корону. Это просто потрясающий подарок, который мы только здесь получаем. Теперь у меня две короны. Это великолепно, и, пожалуй, это лучший подарок, который мы получаем в течение года. Кубок мира по скейкроссу в Челябинской области будет проходить до 2022 года. Южный Урал – единственный регион в России, у кого есть право проводить международные соревнования по этому виду спорта. Мы хотели бы возвращаться сюда, потому что здесь трасса на одном из самых высоких уровней в мире. Артур Ишпулатов, Артем Большаков, Андрей Молодцов, ОТВ Какое меню разработали для спортсменов? Понравились ли русские блюда иностранцам? И каким хитростям прибегают фристайлисты, чтобы во время спуска по трассе улучшить свой результат? Специальный репортаж Артура Ишпулатова, столица скикросса. Смотрите в субботу, 1 марта в 10.45 на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok